От дома далеко добираться неудобно, но Аня с мамой вынуждены регулярно преодолевать знакомый маршрут, потому что врачи этой клиники могут найти еле различимые вены девочки, чтобы сделать необходимый анализ крови. Мы, конечно, намучились очень. Когда у неё пытались найти вену, несколько раз прокалывали, делали дырки, и даже когда находили уже потом вену, у неё спазмировался сосуд, и кровь была просто взять невозможна. Неаккуратный укол может привести не только к гематомам, но и куда более серьёзным тромбозам. У очень многих пациентов вены не видны, они очень скрыты, да, из-за подкожно-жирового слоя, из-за анатомии венозной вены на руках. Поэтому, конечно, чёткое попадание в вену – это самая главная задача. Решить эту проблему призвано устройство, разработанное молодым специалистом с двумя высшими образованиями – медицинским и техническим. Прибор работает следующим образом. Нажимаем на кнопку включения, ток подаётся на специальный источник света, и прикладываем устройство вплотную к руке. Проводим вдоль предплечья, и вот мы видим вену. В основе изобретения лежит принцип трансиллюминации. При определённых параметрах излучения устройство просвечивает подкожные ткани, и на контрасте выделяются вены. На его создание Владимира Козлова вдохновила студенческая практика в онкологическом отделении. Там проводилось много инъекций, плюс им вводятся препараты, которые негативно сказываются на состоянии венозной стенки. И всё это в совокупности приводит к тому, что таким пациентам особенно тяжело проводить инъекции. Подобные медицинские приспособления используются в западных клиниках. Создатель первого отечественного визуализатора вен учёл некоторые недостатки иностранных образцов, в том числе экономическую составляющую. А существующие аналоги из того, что мы знаем, они имеют другую форму, они гораздо менее удобны. И во-вторых, ну как мы знаем, есть понимание необходимости импортозамещения, и этот прибор, этот вопрос полностью решает. Визуализатор может быть особенно полезен для обучения начинающих медработников. Ведь в некоторых случаях только опытная медсестра без сторонней помощи найдёт нужную вену. Сейчас устройство находится на стадии клинических испытаний и получения регистрационного удостоверения. А в будущем этот маленький прибор может стать большим облегчением для тех, кто, как Аня, вынужден терпеть болезненные поиски вен.